Если смотреть со стороны отца, бабушки, дедушки, им тогда, они 33, 30, 35 годов, им тогда было, грубо говоря, по 10-12 лет, их в 44 году, 18 мая, депортировали, как и всех остальных крымских татар, из Алушты, из Горзофа, депортировали в Среднюю Азию, в Узбекистан. Тогда было еще же военное время, тут как бы сама проблема войны, вот этот военный кризис в Крыму, Крым был в оккупации, грубо говоря, были только старики, дети и женщины. Дети как бы это все не понимали, не воспринимали, взрослые люди думают, да нет, это тут ошибка какая-то, и сейчас там Сталин узнает и вернет всех обратно, это что-то перепутали, видимо, ну то есть никто не воспринимал это всерьез, как в принципе и оккупацию 2014 года тоже люди думали, вот сейчас по-любому, но не может быть такого. Семью моего дедушки депортировали, когда его отца не было, в Крыму он служил в армии в это время, и он уже из армии сразу отправился в депортацию со службы, вот. Отправился в Среднюю Азию, когда узнал, что его семью депортировали в Узбекистан, он отпросился там, как увольнение взял, и то ему не давали, так как он мужчина, чтобы саботажей не было и прочего, но он вплоть до дезертирства был готов уезжать из армии, чтобы к своей семье. Это были поезда, в которых возили скот, вот в принципе смотрел по фильмам про Холокост, в точно таких же поездах, как вывозили евреев из их мест проживания, а точно так же крымских татар вывозили из Крыма, вот сколько там недель везли там, без никаких условий, не давали даже захоронить трупы, которые умирали в дороге, там просто выбрасывали из вагонов на съедение шакалам, и вот поезд отъезжал, а уже видели, как это тело разрывается дикими животными. В частности, в нашей семье, получается, дедушкина сестренка после депортации, там буквально в первые недели умерла, так как заразилась чем-то во время самого переселения, и то ли дифтерия, то ли дизентерия, что-то, ну, то есть условия очень были жесткие. Они расселялись по местам, ну, то есть по людям расселяли всех, то есть ничего же с собой, и взять ничего с собой нельзя было, то есть люди приехали, можно сказать, голые боссы, там средства первой необходимости, разве что документы какие-то, деньги, ценности, ничего не разрешилось вывозить. Вот. И в то же время в Узбекистане людей тоже подговаривали в плане того, что сейчас вот приедут изменники родины, там предатели, и то есть там внутри отношения тоже было соответствующее, там вплоть до того, что чуть ли не люди с рогами, там кентавры каких-то вывозят из Крыма, да, которые, ну, монстров. Народ у нас достаточно сплоченный, но и в то же время, особенно в такие критические, кризисные моменты для народа, еще более, да, люди объединяются и стараются сохранить свою культуру, свой этнос. И на самом деле очень многое было утрачено. Это, ну, просто колоссальный пласт культуры и интеллигенции, ну, из-за того, что было истреблено огромное количество интеллигенции, очень многое было утрачено, как в ремеслах, как в искусстве, так и там в литературе и прочем, и прочем. По ремеслам, да, вот только-только начали восстанавливать наше гончарное ремесло, вот, в частности, здесь, в Киеве, работает над этим Рустем Скибин. Утрачена была чеканка, утрачена была там филигрань, ювелирное мастерство утрачено. До сих пор не восстановлено мастерство холодного оружия, так как в Крыму до депортации, до этого, ну, на самом деле, еще во время крымского ханства, в Крыму изготавливались лучшие ножи, лучшие кинжалы, которые даже выкупали во французский королевский двор. Но у нас этого ничего, к сожалению, не осталось, так как нарушилась преемственность поколений, когда от отца к сыну, да, передается мастерство. Часть этих мастеров какое-то время выехала в Турцию, часть была убита, репрессирована, кто-то в Канаде, кто-то в Штатах, то есть, ну, все это нарушилось и не смогли продолжить. Крым у нас захватили, аннексировали, и вследствие того, что крымские татары единственные, можно сказать, кто отстаивал Украину в Крыму, о крымских татарах узнали. Почему до этого не делалось ничего, да, в этом направлении? Так как в нашем государстве нету никакой, как бы, внутренней политики по... Ну, вообще у нас политика, если честно, сложно, и вот внутренней политики по знакомству. Вот если есть у нас проблема то, что Восток не понимает Запад, давайте тогда будем детей Запада отправлять на Восток на какие-то экскурсии, на знакомство там с культурой с Востока на Запад. То же самое с Крыма на Запад, на Восток, ну, чтобы все ознакомились, все понимали, чтобы не было такого, что где-то в Хмельницком будут думать, что крымские татары – это бусурмани там с лисьей шапкой, с луком за спиной и с куском бастурмы на ноге. Вот, и чтобы все видели, да, как бы, эту культуру, знакомились и понимали, что в Украине же вот так, 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 вот в каждом регионе есть свои какие-то особенности. И тогда бы, в принципе, процентов 60-70 проблем, которые возникли у нас в непонимании между собой, да, обществ, то их бы хотя бы как-то можно было нивелировать и убрать. Здесь, в принципе, в Киеве с этим проблем практически не было. Да, были моменты, когда арендовали жилье, и когда вроде да, а потом нет, к сожалению, мы вам не сдадим, вы крымские татары, такие горячие люди, там, начнете резать, убивать, взрываться, вот. Ну, то есть, есть определенные стереотипы, да, о крымских татарах, вот, которые у некоторых людей еще сидят. Проводили мои одни знакомые опросы, как там в Гагаринском парке нашем, снимали это все на видеокамеру и подходят у прохожих, да, спрашивают, Мухаммед Али – это лидер Аль-Каиды? Да, это лидер. Ну, у многих, многие люди, ну, то есть, услышали какое-то такое непонятное восточное имя, то все, значит, он лидер Аль-Каиды, ну, то есть, имеет отношение какое-то, хотя никто, ну, наверняка они не показали, те, кто ответил, что это боксер там, ну, да, в Крыму, в Крыму это непонимание было со школьного, вот, я помню это со школы, то, что у меня постоянные конфликты были, моих родителей постоянно вызывали в школу за то, что, ну, я очень нетерпимо относился к разным родооскорблениям по вопросу национальности, вот, и тогда, ну, тут проблема в чем? То есть, многие люди, которые живут в Крыму, это потомки тех выслужившихся чекистов и НКВДшников, которые заселили в крымско-татарские дома, то есть, у них вот этот вот момент страха возмездия, да, что у них это все могут забрать, но хотя, как бы, никаких таких ни разговоров, ни движений, то есть, крымские татары приехали из депортации, бросили все нажитое, там уже, то есть, они за 40, ну, мы, да, за 40, за 45 лет, вот это поколение очень хорошо встало на ноги в Узбекистане, несколько, по-моему, 3 или 4 министра в Узбекистане были крымские татары, там, легкой промышленности, транспорта и еще, ну, вот такие ключевые позиции, и все они бросили, ну, весь народ, да, бросил все, вернулся в Крым, где нет ни жилья, ни работы, ничего, ну, вот, академики, там, профессора вынуждены работать на рынке, продавать, там, овощи, выращивать, что-то такое, потому что крымских татар по национальному признаку на работу не брали в Крыму, вот в 90-е годы, да, и до сих пор, в принципе, это есть, поэтому крымские татары как-то в своем этом и крутятся, вот, та же самая проблема, вот, с работой в госструктурах, это вообще было вето, особенно в силовых, то, что касается прокуратуры, милиции, военных должностей крымских татар, не допускали на какие-то ключевые руководящие роли, так как в Украине, да, в дореволюционный период был внутренний враг в лице крымского татарина, который в любой удобный момент отсепарирует Крым и прилепит его к Турции, вот, то есть, даже наш этот, кто он сейчас, я не знаю, Яценюк, даже его видеозаписи есть по поводу этого, то, что вот вы крымским татарам там даете волю, они вот сейчас возьмут и прицепятся к Турции, хотя никаких разговоров никто, да и Турция бы никогда тоже на такую аферу, авантюру не пошла, это не Россия. Купить карту Туреччини и вы побачите, что Крым отзначенный одним кольором, как и вся Туреччина до сегодняшнего дня. От этой автономии, если честно, нам был только вред. Для крымских татар на тот момент было бы выгоднее, наверное, чтобы это была просто Крымская область, так как эта автономия, она не была национальной автономией, где крымские татары, как коренный народ, могли иметь там хотя бы до 30% в парламенте, и как-то продвигать свое видение развития Крыма. То есть власти у крымских татар в политической в Крыму никакой не было. То есть от этой автономии, ну как бы крымские татары борются за все это время, а крымско-татарская национальная автономия в составе Украины, чтобы она была по национально-территориальному признаку, и если бы это было бы решено до 2014 года, то, скорее всего, того, что произошло сегодня, мы бы не имели. Референдум бы был полностью, ну он вообще не имел бы никакой зацепки быть правомощным, так как есть уже коренной народ. А так как Крым не имел коренного народа, и только вот через несколько лет, по-моему, после аннексии приняли то, что крымские тары коренной народ, ну уже поздно, к сожалению. Здесь на самом деле максимально приближено к аутентичному, к аутентичному крымско-тарскому заведению в южнобережном стиле, потому что вот мои корни по отцу, они с южного берега. У нас крымские татары тоже делятся на три субэтноса, это южный берег, горы и степь. И у всех есть свои особенности, как в кухне, как в некоторых моментах культуры, в языке есть особенности. Здесь, в первую очередь, это традиционная кухня, традиционный интерьер, традиционная посуда, то есть все аутентичное гостеприимство, которое присуще крымским татарам. Вот это здесь и представляет. Некоторая посуда, вот если из выставленного, некоторая посуда из Крыма, некоторая куплена здесь уже на аукционах разных, то есть тоже старые антиквары. Ну, постоянно ищем, подбираем что-то, чтобы это все сохранить. У крымских татар два основных праздника, это Хурбан-Байрам и Ораза-Байрам. Первый праздник, это, можно сказать, очень древний, он ведет свою традицию еще со времен Авраама, мы его Ибрахим называем, когда он должен был принести в жертву Богу до своего сына, и этот сын превратился в агонца, и вот в этот день все забивают это животное, барана, по всем канонам, и делят это мясо на три части, отдают часть друзьям, родственникам, часть, вот одну треть оставляют тебе, и одну треть раздают нуждающимся. Вот, делают пожертвования, как бы подушный налог, можно назвать, вот тоже, чтобы нуждающимся помочь. Вот, на такой праздник, и поздравляют всех, там, родственников ездят целый день, объезжают родственников, друзей, поздравляют, пьют кофе целыми днями. А второй, это праздник поста, как раз он скоро будет, он начался 5-го числа этого месяца. Этот месяц крымские татары постятся, это месяц Рамадан, от рассвета, от появления утренней зари, до заката, до появления первой звезды, то есть запрещено крымским татарам потреблять любую пищу, в воду, и, то есть это праздник поста, и тоже в конце месяца его так же празднуют и поздравляют всех старших. Крымские татары, наверное, средней строгости, так как мы ближе, получается, к Европе, и в любом случае, это у нас не так есть определенные люди, крымские татары, которые более строго соблюдают, более, но основная масса, так сказать, наверное, светский ислам, вот по турецкому образцу, вот у турков тоже, так как и народы, у туркских народов это менее выражено, чем у народов Ближнего Востока, там, или Персидского. Из элементов одежды вот просто, опять-таки, да, из-за того, что нет достаточного количества мастеров, которые будут это продвигать и делать. Вот, ну, есть девушки, например, которые одевают феску, одевают марамо, это вот платок, который сверху на феску, и, ну, как этот элемент парни, ну, здесь в Киеве не видел, но в Крыму часто, и я тоже носил эту каракаль, любую папаху, такую черную, она как, ну, вот, ну, она опять же, более в такой осенне-весенний период. Молодых определенного типа эти папахи, там, когда постарше, у них уже другие цвета, могут быть такие под сединой эти папахи, у молодых в основном черные или коричневые. Есть очень много моментов по узорам, то есть, если для беременной женщины определенные узоры, для там молодой девушки, которая не замужняя, да, другие узоры, то есть, они как бы ведут свое ее начало еще с давных до вен, так сказать, и несут в собой вот тот смысл, который когда-то там закладывался, вот, в тех древних верованиях крымских татар, да, и они отражают этот смысл, типа, некоторые выступают в качестве оберегов, да, некоторые это, но на данный момент они просто, вот, как узоры, сохранились и используются в крымско-татарских костюмах. У нас в основном оно сейчас очень активно используется во время там свадебных обрядов и вот используются крымско-татарские костюмы. А так, в повседневной жизни, к сожалению, крымско-татарская одежда слишком, получается, дорогой и слишком такой праздничной, чтобы одевать ее в повседневные. Есть книги, да, определенные исторические, которые там написал или Вазгрин, или Гайворонский. Есть направление вот этого гончарного ювелирного мастерства, которые, если, ну, наверняка, к этим мастерам можно обратиться, пойти к ним в ученики, да, и кто хочет, может учиться, работать, и потом тоже основать какое-то свое направление ювелирки или гончарного мастерства. Вот у нас есть один мастер Мехди Исламов, он был премирован премией Фаберже, ну, то есть у него очень, очень крутые работы, и там и опять-таки кинжал есть, и вот просто как бы бытовая ювелирка, и там росписи определенные, там картина и в Азовского на этих большая часть людей настроена, что пока не сменится власть, да, в России, то мало, что может измениться в плане оккупированных территорий. В ближайшее время вряд ли она изменится. Да, что-то там он никак не отходит. А там у вас остались еще родственники? Конечно, конечно, там можно сказать практически все родственники там. Куча стендов, например, как вести себя во время террористического акта, там, например. то есть, если честно, для нас так это дико, вот за 20, сколько, 24 года в составе Украины в Крыму не было никаких террористических актов, никаких таких моментов, а сейчас там стенды стоят, что вот как себя вести в случае теракта, если увидите такого, ну, то есть мне даже присылают фотографии, отношения такие, опять-таки, натянутые, как и были, да, у тех, кто был, но есть такие моменты, что те россияне, ну, не россияне, точнее, крымчане, которые там били себя в грудь, ура, там, Россия, хоть камни с неба, они, конечно, с трудом это признают, но некоторые уже признают, что все-таки они ошиблись, и ничего в лучшую сторону не поменялось для них, да, то есть там за какие-то пару копеек прибавки к пенсии, то есть то, что они сделали, это, ну, как бы не стоило того, и сейчас становится хуже, пенсии вырезают, зарплаты вырезают, а цены-то там не дешевле, чем здесь, возможно, даже дороже на некоторые позиции. Я сам закапывал литературу уже во дворе и сталкивался с этим, то есть, ну, никогда не знал, что есть такое понятие, как запрещенная литература, вот. А какая это была литература? У нас, получается, мама моего отца, то есть бабушка, она, ну, вот, как на старых 20 лет религиозная, да, молилась, там, ну, исполняла просто обычные религиозные обряды и какую-то литературу, да, там, покупала, читала, вот, и вот эта вот литература, которая дома лежала, я ее нашел в списках, то, что она экстремическая, то есть, ну, там, непонятно, каким-то там тульским судом признана она экстремистская, значит, она экстремистская. И вы просто закопали, чтобы ее не нашли. Ну, да, потому что у нас были моменты, с нашими обысками, но дома, поэтому, нет, сейчас бабушка уже здесь, мы не смогли мы поехать похоронить дедушку, вот, и здесь получается я, отец, братишка и бабушка из Крыма. Не многие готовы просто бросить все, да, кто в какой-то критический момент попадает, тот переезжает или совсем уже не может. то есть, вот, например, моя бабушка, она родилась в Крыму, ее депортировали в Узбекистан, она с трудом вернулась в Крым и сейчас снова переехала, получается, с родины в Киев. Да, вряд ли она уже увидит Крым, так что уже надеемся, что мы увидим. что уже надеемся, что мы видим. Продолжение следует...